Всем привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен переезду. Точнее сказать, как здесь называют мувингу. Переезд в Америке это такая же замечательная, постоянная для многих традиция, особенно для, естественно, иммигрантов. Индустрия мувинга здесь это как, ну не знаю, как бургерные в Москве или как маленькие рынки. То есть это целый такой сегмент. Посмотрим сегодня вместе с вами, какие товары в магазине Home Depot. То есть это строительно-хозяйственные товары, крупнейшие сети в мире. Какие товары есть для мувинга в США и сколько они стоят? Первое скажу. Значит, одно из самых главных и необходимых приспособлений для мувинга это, естественно, коробки. То есть то, что вы покупаете, собираете, перематываете скотчем и, соответственно, туда все складываете и перевозите. Что хочу сказать, исходя из собственного опыта. То есть те люди, которые в какой-то момент приедут, поедут или будут переезжать, то сейчас в Америке в августе месяце начинается самый-самый такой насыщенный, серьезный сезон переездов. В этот момент американцы как, ну, американцы имеются в виду не только американцы, а все люди, живущие в Америке, у которых появилась какая-то необходимость в связи с изменением работы, предложений каких-то других бизнесов, развития, или же просто в целях оптимизации, они начинают переезжать. Вот этот вот сезон, так скажем, внутренних миграций, он только сейчас в разгаре. Сейчас, как вы видите, вот эти товары, они выложены здесь отдельный ряд для мувинга, а это они даже выложены здесь дополнительно, потому что очень многие, приходя сюда в Home Depot, просто покупают коробки, скотч и все, и уходят. Ну и пленки, например, которые перематывают, да, очень, кстати, удобные. Так вот, что хочу сказать из собственного опыта. Мы заказали на Амазоне коробки для переезда, и они оказались дороже. То есть я купил на 100 долларов, вместе с тем, что они их привезли прямо домой, 30 штук коробок. То есть получается, что цена одной коробки составляет примерно в районе 3 долларов. Мы сейчас, это размер Latch, то есть они продают Small, Medium и Latch, то есть маленькие, средние, большие. Что для нас, допустим, в этот раз это второй переезд в нашей жизни, как бы, по средневным штатам, такой глобальный именно. И поэтому, вот первый раз мы покупали все на Амазоне, оказывается, что это намного дороже. И еще лайфхак. Компания Ухо, это та компания, которая предоставляет грузовики. Мы уже пользовались такой компанией. То есть вы берете большой трак, трак поменьше, либо вообще пикап или прицеп, в том числе отдельно прицеп для автомобиля. То есть вы можете еще зацепить. Я отдельно сделаю ролик на эту тему, но я к тому, что она же торгует всякими тоже коробками, упаковочным материалом. И цены там тоже очень-очень низкие. То есть, если вы будете заказать через Амазон, через интернет, вам обойдется все это дело дороже. Так, вот это медиум, как вы видите, размер. Это все медиум боксы. Стоят они по доллар 48. Вот такие вот небольшие коробки. Вы знаете, я как бы с нашими друзьями разговаривал, они тоже переезжают, и они покупают коробки небольшие. Дело в том, что их удобнее таскать. Действительно, то есть даже дети могут помочь, то есть там жена может помочь. Когда коробочки небольшие, то есть в большие коробки, когда даже не сильно тяжелые вещи набиваются много, коробки нужны тяжелые, неподъемные, и их уже тяжело таскать. Поэтому совет от переезжающих уже профессионалов, первый, который мы услышали, это брать не сильно большие коробки, для того, чтобы можно было их удобнее переводить. Доллар 48 за каждую. Соответственно, с вами возьмем 10 штук, получится 15 долларов. Соответственно, 30 штук не обойдутся всего 45 долларов. А большие, которые вот там вот, пойдемте посмотрим, вот здесь вот большие коробки есть. Вот они, лач, которые, видите, они прям подписаны. У них, видите, как удобно, сразу место для подписи, что вы сложили, размеры коробки, ну, естественно, вынчих. И видите, даже напоминалка, что вы должны не забыть. Ну, сделанная, естественно, в США. Поэтому, так, есть даже специальная программулина, которая вам там, в общем, дает советы и прочее. Она стоит 1,78$. То есть получается, что если бы я здесь купил 10 коробок, соответственно, вышло бы мне 18 долларов, и, соответственно, я бы потратил на 30 коробок, которые я купил за 100, всего 60 долларов. То есть экономил бы 40 долларов чистыми, живыми деньгами. А так получается, что я перезатративаю, хотя коробки вот эти по качеству абсолютно такие же, а по удобству они даже удобнее. Ну, можно вот подписать, прочесть, то есть из мелочей. Поэтому, имейте в виду, уже Home Depot выигрывает. Еще момент, который очень важен при переезде, это сохранность особо ценных каких-то вещей, которые, скажем так, нужно будет упаковать, типа посуды, стекла и прочее. Обратите внимание, какое количество пленки. Вот это вот Heavy Duty пленка, видите, их уже тут особо нервные люди вот здесь вот пощелкали, они уже, видите, здесь вот выщелкали. Но вот такой большой рулон, вот такой большой. Видите, показано, что ваза заворачивается. Он стоит 29 долларов. Ну, я вам скажу, очень дорого. Значит, скотч. Здесь тоже стоит дороже. В Костка вам лайфхаб. Костка мы купили блок скотча. Вот такого же Heavy Duty мы, по-моему, купили за... По-моему, посмотрите видео, по-моему, за 18, что ли, за 16 долларов. Но их там 6 штук, а здесь по 6,27. Ну, вот такое вот. Ну, по 4,27 можно взять без пластика. Вот этого обрезалки. То есть, не критично. 4,97 обыкновенный. Дорого. Здесь получается дороже скотча. И вот эта вот лента, вот такая вот. Она сразу тоже идет с этим. То есть, вы привязали и заматываете коробки. Очень удобно на самом деле. Вообще вопросов нету. Но 8,58, если оно вдруг понадобилось. То есть, это, в принципе, как альтернатива дополнительно скотча. Есть вот такой рулон за 88, когда вы заматываете вот так вот. И берите. Он здесь весь вращается. Это очень тоже удобно. То есть, и соответственно, вы обматываете то, что вам необходимо для переезда. Тоже удобно, комфортно. Вот такой вот bubble. Snow bubble, snow bubble. И heavy duty bubble, light bubble. То есть, в зависимости от размера пузыриков и размера вот по самой пленке. Это тележки. Здесь вот на ваших глазах представлены всевозможные тележки. Значит, я покажу просто особенности. Кстати, очень прикольные штуки. Это к ним колеса, соответственно, да? Которые можно заменить или которые ломаются периодически. Это вот такая вот тележка, которая ставится. Вот здесь вот. Сейчас я покажу. Вот видите, и в них втыкаются ручки. То есть, возить в коробки. Вообще, индустрия моинга, как я уже говорил, она предполагает то, что если вы заказываете, например, компанию по моингу, которых здесь огромное множество, то у них будет все это оборудование. Я при первом переезде сделал глупое решение, потому что я, в общем, тележку купил, потом тележка еще оказалась внутри в траке, которая за отдельную плату мне зашла, и по акции она была бесплатная. И еще, и, короче говоря, когда на него грузчиков, они приехали тоже все со своими тележками, и поэтому тележек было в море. Значит, вот такие вот маленькие, видите, раскладные, очень удобные, тоже всевозможные. У них вот так она складывается, то есть плоско у вас в багажнике лежит, потом вы достаете, соответственно, она раскладывается вот таким образом, и переезжает ручка, регулируется, да, вот так вот, видите, стоит такая тележка 24,98, 25 долларов. Очень удобно, когда вам нужно дотащить какие-то штуки. Так, значит, вот такая тележка, тоже очень удобная вещь, она, во-первых, очень хорошая грузоподъемность, но самое главное, что это когда вы вот так вот можете перевозить товары, и если у вас необходимый какой-то крупный товар, например, холодильник переставить или что-то, то вот эта ручка у вас отсюда просто вытаскивается, она сейчас здесь закреплена, и вставляется вот сюда, в эти пазы, и тележка у вас становится вот такой вот, вот как здесь показаны картинки, а эта ручка у вас уже тортит здесь, и вы просто передвигаете ее, соответственно, вот таким образом, понятно, да? Да, видно, просто сейчас законтрено, чтобы народ ее не вытащил. Вот здесь вот, да? Вот, и все, то есть вот такая удобная штука, это вот тележки аналогичные, но у них не переставляется ручка, поэтому и цена, соответственно, получается дешевле, то есть они, грубо говоря, только вот так вот возятся, ну, в принципе, тоже достаточно удобно. И смотрите, обратите внимание, вот эти штуки, вот они даже показаны, вот ремни, вы видите, то есть для крепления, вот чтобы нанести, вот допустим, вы вдвоем, то есть ремни сюда продеваются, и вы там переносите, что вам нужно. Вот такая вот тележка, причем обратите внимание, на смесь его здесь покрытием, то есть когда вы что-то перевозите, чтобы не поцарапать, если там тумбочка, или что-то еще, удобно, стоит всего 21,98. Ну, и вот вы на этом ряду, сейчас смотрим дальше, что еще есть для товаров, для мувинга, из товаров. Продолжение ряда товаров для мувинга. Что здесь еще есть интересного? Обратите внимание. Значит, вот такие вот, видите, для картин, удобные, сразу готовые, вот такие вот, полиуретановые, конверты, куда вы можете, картины, фотографии, все это, готовы. Стоимостью 7,98, и, в общем, здесь, я подозреваю, их несколько штучек, не знаю сколько, может быть, одна, но такого размера. Значит, смотрите, вот такие вот, защита для мебели, да, вот такая вот, то есть, это накрывать мебель, они, я знаю, продаются практически везде, в том числе, в Москве, в обе мы такие покупали, пакетики, но это не пакетики, это, типа, такой ткани, тонкой. Так, смотрите, вот такая вот штука, это, агонайзеры внутри, то есть, вы когда коробку взяли, если у вас есть стаканы, или какие-то вазы, или что-то, вы можете себе, собрать, в общем, это удобно, как удобно, то есть, это, вот видите, они вот такие вот заготовочки, то есть, вы можете себе организовать пространство. Так, ну, что еще здесь, бланкеты, вот эти бланкеты, подарите бланкеты, вот это, вот сейчас расскажу, здесь, это тоже, в принципе, да, это тоже, мунинг бланкет, в общем, можно, видите, на, как угодно, в общем, завернуть, закрепить, и дальше перевозить, готовое одеяло, вот они, 17,98, вот эти вот такие, они, прям, они очень плотные, толстые, и знаете, иногда закрывают лифты, чтобы не поцарапать, или в подъезде, или вот стены, с этими бланкетами, и, в общем, они стоят 17,98, значит, внизу, внизу, вот смотрите, какие-то вот такие вот еще, интересные, какие-то коробки, в общем, как-то они вот так вот собираются, в общем, какие-то специфические, вот это, кстати, пакеты, которые под пылесос, то есть, очень удобно упаковывать, такие вот вещи тут вытягивать, кто не знает, ребята, это одна из самых удобных вещей, потому что это, большой пакет, куда вы набиваете, там игрушки, подушки, шмотки, короче, свои, даже когда, кстати, едете в отпуск, попробуйте, потом вот в это отверстие, выставляете пылесос, только, вот таким вот образом, да, и вытягиваете оттуда воздух, и игрушки, соответственно, у вас сильно уменьшаются в объеме, очень удобная штука, они так и называются, продаются, в том числе, в обе в Москве, точно, я знаю, может быть, еще в других магазинах, очень удобно, кто не пользовался, советуем, потому что пользовались, проходили, очень удобно, и очень комфортно, сильно уменьшает объем места, попробуйте, я думаю, что все зацените, я уверен, что многие пользуются, так, вот это, видите, это вот как раз прокладки, салфетки для посуды, то есть, вот, дишпакинг, кит, то есть, видите, вот тарелки, чтобы у вас тарелки не бились, вы можете вот таким образом, их сразу купить, вот такой себе набор, за 10 долларов, и провожить, то есть, их там, вот видите, 8 получается, да, это, когда при перевозке матраса, кстати, нужно такое взять, при перевозке матрасов, в общем, вы там, матрасов, или чего-то такого, там, больших размеров, не знаю, вот диванных подушек, например, все это можно упаковать, чтобы его спокойно, чтобы он не испачкался, у вас при переезде, значит, далее, смотрим, вот это всевозможные коробки, я, честно, вам сейчас даже не буду рассказывать, что я не знаю, что это вот за такие коробки, кто знает, ребята, в штатах, напишите, что это за, чем они отличаются от обыкновенных, потому что я, честно, как-то не могу даже понять, чем отличаются вот эти коробки, а они видите, с углами какими-то, вот такими вот, типа, видимо, чтобы, ну, там, не двигать, в общем, не знаю, какая-то такая странная коробка, стоимость 12 долларов, очень прилично, а, вот еще, посмотрите, углы, готовые, видите, углы на телевизор, вот телевизор сейчас перевозить, и, соответственно, вы углы ему, чтобы их не раскололи, когда ставить или что-то, или вот видите, даже зеркало можно обложить по периметру, когда перевозят, тоже очень удобный, готовые углы, и они, ну, такие, как сказать, у них размер меняется, то есть они максимально плотные, если у нас потолще, какая-то картина или зеркало, то они, соответственно, расширяются, поэтому очень удобная штуковина, стоимость 7, 7, 48, вообще все используют удобно, так, смотрим дальше, что у нас есть, вот это вот, это, это, видимо, просто упаковочная бумага, обыкновенная такая в рулонах, да, ничего здесь другого нет, это все тоже упаковочная бумага, просто где-то вот такими, такими, маленькими фасовками, очень, кстати, удобная штука, пленку я уже показывал, вот такую, это аналог, только белая, есть оранжевая, зеленая, она, по всей видимости, различается плотностью, просто, то есть, по крепости своей, и по размерам, естественно, потому что есть, вот эти вот, я показывал, даже такие, которые просто обматывать, так, вот это вот, для упаковки, кстати, получается, выгоднее, чем бабл, который с пузыриками идет, вот это что такое, давайте посмотрим, вот это я тоже, не знаю, это в общем, понятно, это резиновые жгуты, для перетяжки, всевозможных, ваших, там, то есть, когда вы набрали набор подушек, ничего, чтобы они не разваливались, вариант, вот с этим, вот, вы обмотали, но это, поливуретан, а потом, соответственно, вы дальше, для перетяжки, можно жгутами, вот здесь, видите, вот ножки люди обматывают, чтобы не поцарапать, вот здесь, прямо показано, это вот посуду обматывают, ну, вариации, на самом деле, много, как решили, так вот, смотрите, коробки под телевизор, тоже, я, по-моему, их видел, в том числе, и в Москве, в обе, но, вот такие вот они, и внутри, они регулируются, то есть, то есть, это вот для переложки, каких-то таких, больших картин, телевизоров, чего-то еще, это вот под маленький, TV тоже написано, или зеркало, или картина, внутри, а там пространство регулируется, коробки, здесь тоже коробки, значит, вот это, это единственная коробка, немножко другие, видите, они как складываются, они с ручками, и, в общем, вот так вот можно делать, вот так вот можно делать, есть варианты, вот такие вот, а, вот она собирается, превращается в такую очень плотную коробку с ручками, это инструкция по сборке коробки, вот естественно подписывается, вот такая у вас коробочка получается с ручками, ну классика, то есть тоже, стоит она здесь 4,98, практически 5 долларов, ну, на мой взгляд, дороговато получается, очень маленькие коробочки, вот такие, стоит по 78 центов, так, бабл я вам показал, дальше мы с вами видим различные варианты коробок, сцены на них, в зависимости, опять же, где-то medium box, 1,48, я их уже там показывал, в начале ролика, смотрите, это heavy duty, то есть это, толстостенные, более прочные коробки, с ручками, и, соответственно, у них цена уже 2,68, то есть, когда вам нужно какие-то более тяжелые вещи положить, medium размер, опять-таки, пузырчатая пленка, и вот это у нас, экстра лаз, то есть, это были лаз, коробки, это экстра лаз коробки, то есть, которые супер большие, из-за видимого размера побольше, ребята, значит, сегодня я вам показал, кстати, вот картинка, я вам покажу, девушка себе, да, видите, она отпиливает ровно столько, сколько нужно, просто вот она сама пришла, вы представляете себе, то есть, человек пришел, ему нужна доска, он себе взял здесь кусок, отпилил, и пошел, сейчас оплатит, гениально, но, вот, видели такое где-нибудь, ну, я даже скажу, не в Москве, а в странах СНГ, чтобы у вас женщина стояла, ваша, и отпилился у кусок до 100, вот, она, видите, как равенство, что делает, поэтому, всем привет, вы имеете об этом знать, да и право, вы имеете право об этом знать, всем пока, и, соответственно, как всегда, увидимся на днях, еще что-нибудь интересное, найду, сообщу, о ценах, размерах, количестве, качестве, и вообще, все, что вижу, смотрите, подписывайтесь, пока, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok